Салюту всем, дорогие друзья, с вами Дода и уже 19 серия. Представьте себе, практически 20 серий мы уже отпахали. Но давайте без лишних слов приступим, посмотрим, что там мои коллеги навоевали. Поехали! Итак, сыграром Total War, фракция Македония, зима 251 год до нашей эры. Но давайте, пускай меня вновь игра удивит. Так, ну слава богу, не так сильно меня удивляет игра, а то было бы прям уж совсем неприятно, если бы у меня здесь коллеги сейчас вообще всё завоевали полностью. Но нет, благо не так много, не так много, как могло бы показаться. Окей. Так, ну что, давайте мы разберёмся. Начнём мы с чего, правильно? С того, что кто как воюет. Значит, Карфагены, Дакия, всё ещё наши союзники, Дом Сепионов, Галлия и Греческие Города, всё ещё наши враги. Окей. Так, ну по финансам окей, понятно. Так, это всё мне неинтересно. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут как будто бы Массилию надо брать. И мы её скоро возьмём Оки-Токи. Оки-Токи. Ага, понятно. Так, здесь у нас салона. Ага, и тут её уже пора штурмовать. Всё, сейчас пойдём на штурм Оки-Токи. Такс, что дальше? Тут. Тут мы заблокировали. Да, Стротек. Приказы? Приказы? Мой повелитель? Мой повелитель? Мой повелитель? Готовы! О, мы, кстати, с Египтом поговорили. Это очень хорошо. Башня стоит. А мы с Египтом... Ага, информацию по карте обменялись. Союз мы пока что не можем. А что касается понта, допустим. Мне нужно немедленно поговорить с ним. Ага, с понтом тоже не можем. С понтом делом мы не можем. Окей, давайте с армянами тогда, может быть... Давайте попробуем новые союзы, друзья. Хотя, если честно, то я сделал кое-что... Какую ошибку. Чем могу служить? Вот. Надо карпа, на самом-то деле, отправить дальше. И поболтать с Нумидией. Окей. Так, давайте-ка я посмотрю, что у нас по... Агентам. Агентам. Дипломат еще и в Галикарнасе. Нет, серьезно, я вот... Хоть убейте, не понимаю... Политику, дипломатическую политику в этой... В этой компании. Ну, я не знаю. Ладно, окей, я его просто оставлю. У меня нету идей того, как использовать этого дипломата. Да. Хозяин. Да, следую. Окей, в сардах уже. Так, здесь носит или окей? Окей. Окей. Да, ну все, меня здесь все устраивает. Так. И перетакивать мы не будем. Давайте, наверное, возьмем салону, после чего уже дальше будем думать, что делать с Империей. Поехали. Начнем с штурма салона. Так, здесь три отряда пехоты. Но в теории должны практически без потерь. Лучниками сейчас отработаем. Так, извините, это я глотнул. А лучниками сейчас отработаем. А потом просто пехотой войдем. Конечно же, у нас. Возьмите. Возьмите таран, друзья. Так. Очень хорошо. Стоп. Не стреляем. Дождитесь, когда они подойдут поближе. Вот теперь стреляйте. Наши солдаты уже у ворот. Теперь они должны пробить себе дорогу внутрь. Стоять. Наши солдаты хорошо сделали свою работу. Таран пробил ворота. Ну, один отряд мы просто расстреляли лучниками. По сути. Ой, первая скорость, я же сказал. Так. Ну что, заходим. Великие боги, сегодня наши солдаты показали себя с лучшей стороны. Стены взяты. Так, пауза. Одну минуточку. Пауза. Давайте вот так раз. И вот так два. Ой-ой-ой. Так, а вот это большая проблема. Они не успеют. Отходим. Отряды. Прикиньте, просто у меня один отряд очень долго шел. А вы отступаете обратно. А, пауза. Нет, 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 нет. Стоп. Лучники, прекратить огонь. Ну, смотрите, слушайте, по итогу получилась как будто бы даже образцовая операция. Хотя, если бы вот эти отряды начали перестраиваться, как они любят. Стоит. 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 Карин сапуру, скорее. Луки артемиды. Лучники. 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 по моей команде готовьтесь стрелять ой извините хотел вам битву показать а почему они бы так коряво встали лучники ладно похер ладно нет не похер очень долго не давит конечно давайте знаете что сделаем очень аккуратненько я вот этому отряду прикажу поднять копья и тут же их опустить перед ему к сожалению здесь пробились потеря 1 вражеский полководец убегает настоящие вожди вообще так себе лучники вы чё вы это и вовсе невероятно вы где представьте себе лучники еще и не справляются задачей начинают просто по своим стрелять боги по слава великим богам вражеский полководец есть на мои коллеги также долго отыгрывают битва как и подождите а все завершаем битва готова мы взяли к сожалению до потери есть причем от своих же очень много ну все салона наше давайте займем поселение это земля наша наша но тут конечно да тут еще прокачивать и прокачивать это все афины давайте разрушим построим давайте диметр да на пищу по моему да давайте диметр на пищу как у нас вот в аполлоне тоже было диметра на пищу хорошо так что здесь идет переобучение тут 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 ну тут все в принципе окей так ладно здесь сейчас надо все войска собрать которые у нас тут есть здесь давайте ладно казарму построим в один ход тут нужно улучшить ситуацию агора агора аго агора готовы готовы а вот эти войска в салону подождите а где у меня здесь была армия а ее наверно вот сюда отправили временно временно экстренно у меня тут флот который блокирует сиракузы здесь флот и он весь на это самое разбит к чертове матери побит покорежен давайте посмотрим что у нас по армиям вообще или я не теряю ее потерял ли я какие либо армии опа на и куда его готовы поднять паруса кстати я его в сарды высажу не знаю не прочитал я того куда его высаживать почему он оказался на корабле так что у нас по городам ареции у нас апнулся пергамент надо строить рудники рудники это источник стабильного пассивного дохода полезная очень вещь а термон апнулся так галикарнас дороги можно почему-то нет торрент так во первых низкие налоги во вторых что в торренте построить ну давайте на экономику агуру агуру ставим низкие налоги на китоне в спарте тоже понижаем налоги потому что у нас тут населения нет ни хрена давайте в спарте на публичные бани на развитие так тут что в сегесте сегесте тоже небольшой город давайте община и земледелие прокачаем чтобы эти города прокачивались у нас спарта нет ни хрена в спарте так понтийский флот тут кто нибудь есть я не смог посмотреть да нету это хорошо так тут мы разобрались с понтом бы подоружиться вообще как будто бы надо бы осадить сорды давайте пока что просто осадимся я не буду их штурмовать приказы уничтожить их сходы сделаны господин ну да давайте пока что я не буду осаждать сорды атаковать сорды я просто их осажу корабли готовы мы просто их осадим корабли готовы так так блин эти долбанные повстанцы как раз бы их можно было бы подкупить да нет возможности так массилию мы сейчас атакуем окей надо собирать дальше войска и дальше армии надо понять куда мы будем двигаться на данный момент у нас в принципе на случай чего нужно армию создавать здесь тут особо ничего не посоздаешь даже казарм толком нету давайте я вот это отменю и давайте здесь хотя бы хотя бы казармы построим пергамин нужно построить конюшни все таки надо построить конюшни здесь давайте создаем много войск пергамин должен быть укреплен как будто укреплены и сарды в принципе если пергамин сарды укрепим уже будет нормально это лучше конечно свободную армию создать которая будет удерживать оба города но не суть так здесь здесь к сожалению у нас есть некоторая проблема связанная с тем что в кавалерии давайте здесь кавалерию наймем вот в этих двух городах потому что на случай атаки со стороны фраки и на случай предательства дакии в салоне ну опять таки тут вообще непонятно что делать в салоне надо вытащить часть армии и переобучить да стратег мой повелитель прикази да стратег да стратег прикази да стратег да стратег прикази по моему всех кроме лучников да здесь можно переобучать да так что лучников еще и надо отдельно вести куда-то где у нас лучников можно переобучить в ферме где можно переобучить лучников а чё тут вообще что ли нигде лучников для переобучать да вы издеваетесь так то есть лучников отдельно надо сажать сюда перебрасывать их в торрент у нас единственный город где можно лучников так нам нужно хотя бы один город с лучниками здесь ну это так город перегружен давайте вот в коринфе стрельбище создадим здесь городские казармы надо построить так в ларисе кузницу надо заказать тут фаланги то есть а нанимать их возможности нету тут прокачиваем город хорошо так дальше дайте мне сводку по городам что у нас да вот самые маленькие салона кидония а полон но а полония тоже но опять таки а полония у нас хорошо активно развивается активно идет полонии кстати можно построить чтобы к варейбол ну ладно давайте а полонию мы не будем там мои дороги надо в полонии построить будет нас вот так в медиалане у нас вообще нету возможности пехоту нанимать давайте хотя бы каплитов ополченцев в медиалане и будем нанимать потави 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 кстати развитый очень город давайте здесь кузницу закажем потом здесь переобучим войска будет получше ситуация так здесь я войска заказал в торренте и кратоне надо тоже продолжить набирать армию у меня уже заканчиваются заканчиваются возможности так переобучаем флот объединяем его чтобы было поменьше адмиралов запад здесь тоже переобучаем тут готовы готовы корабли готовы корабли готовы тоже переобучаем Хорошо. Очень большое количество микроменеджмента уже начинается. И прям становится тяжеленько. Объединяем в единую армию. Денег нет, это слово вообще. Все потратил. Ладно. Давайте ход. Будем надеяться, что я ничего не забыл. 20 минут на один ход. Обалдеть. Да, жестко. Очень жестко. Вот это Дакия мне не нравится, что сюда к нам идет. Нужен агент в раке. Так, итоги периода минус 20 тысяч. Обалдеть. Большой город расширяется Лариса. Но тогда никакой кузницы. Там массивная фракция Египет. Сообщение о строительстве. Так, у нас очень много чего построилось. В Риме построились армейские казармы. Мы тут типа можем нанимать королевских пикинеров. Но, если говорить честно, они получше, но они строятся два хода. Мы их больше нигде починить не можем. Так что, пока что не особо. Бабабабабабабабабабабабабабаба. Это что такое? Капитан Баривент. И вообще, откуда у вас столько тут взялось, ребята? Хм. А вот теперь, кстати, вопрос. Нужно ли мне брать Масилию? Объясню почему. Потому что, возможно, стоит атаковать капитана Генерала Лугаторикса и просто встать на этот мост. Или остаться, кстати, на этом мосту. Как вариант, да? Так, ну тут понятно, надо нанять войска. Давайте продвинем эту армию сюда и два отряда лучников. А, тут нету дорог, чтобы позволили вот так оперативно перебросить. Да, астротек. Короче, двигаемся, да, гира. Они сделаны, господин. Да, астротек. Ну, а на это сейчас мы из лучников, из луков расстреляем. Так, что у нас где? Эээ, тут. Осадим пергам, просто уже двумя армиями. Что тут? О, Нумидия. Отлично. Торговые привилегии, информация по карте. Всё, последний кусок открылся. Отлично. Супер. Ну, как будто бы даже всё. Мне нужно немедленно поговорить с ним. Всё, вот как по мне, больше дипломаты не нужны, разве что только подкупать. Но, не знаю уж, возможно у моих коллег иное мнение по этому вопросу. Так, эту армию ведём переобучаться сюда. Это ведём переобучаться сюда. Тут начинаем нанимать армию. Окей, здесь. Ну, мы в целом контролируем море. Окей, меня это устраивает вполне. Так, здесь. Да, сейчас появится этот самый. И переобучим в Галикарнасе хотя бы базово, вот, какую-то основную пехоту. А можно такой вопрос? Мы здесь не можем фалангитов переобучать. Окей. Давайте. Где у нас фалангиты могут наобучаться? В Каринфе. Давайте высадим эту армию сюда. И, собственно говоря, вот мы её переобучим в Каринфе. Потом вернём обратно. Родос может, кстати, послужить кавалерийским отрядом. Сюда можно несколько отрядов кавалерии прислать. Но тоже, знаете, так на всякий случай. Пускай он всегда будет в запасе. Хуже, хуже явно не будет. Ну, нет. Союз британцы не хотят. Но я не знаю. Ладно. Вот это вот вопрос. Всё ещё думаю по поводу того, что тут делать. Кстати, вот это вот, получается, город. Забыл, как он называется. Кирена, по-моему. Кирена. Получается, он ничейный. То есть, его можно прилететь, нас на храпа захватить. И будет весьма интересно, весьма полезно. Ладно. Тарс. Да. Ну, с Египтом нам пока, конечно же, воевать очень рано. Очень рано. Вообще, если честно, я бы сосредоточил свои усилия на Сицилии. Я не знаю, как коллеги. И вообще, я бы отошёл. Массилий бы занял вот здесь вот оборону на мосту. Тут бы одну армию оставил на всякий случай. Я бы Сицилию завоевал. Но мои коллеги хотят атаковать Галию. Не смею им противиться. Ладно, давайте возьмём штурму Массилию. В конце концов, в укреплённом городе нам всегда будет лучше. Ну, в укреплённом городе мы с нашими гоплитами всегда можем отсидеться. И потом дальше уже продолжим. Так, стоп. Просто миллиард лучников. И вот один отряд. Мне даже больше ничего и не нужно. Там такой маленький отряд, что я просто построил лучник. В какой-то момент один залп. И они просто их расстреляют. Суждение по нам открыло огонь башня. Наши солдаты подвели к воротам таран. Вражеские ворота пробиты. Наш таран сделал своё дело. Колоссальные потери от долбанной башни. Фигася. Настало время атаковать и занять город. Я не ожидал, что это... Ну ладно, ну да, в принципе, блин. Она прям как раз вот на эту линию достреливает. Обалдеть. Получается, ну вот сюда, вот это надо было таранить. Ладно. Хотел на ноль отыграть, но не получилось. Вы не выйдете, ребята. Вот такие вот дела. Вот такие вот пирожки с котятами. Занимаем поселение. Ну, ваши и ваши, чё бухтить-то? Так. Ну, давайте, где крутые копейщики, наверное. Потому что, если говорить честно, то я не знаю, чё ещё. Попробуем здесь что-то придумать. Как будто бы давайте, может быть, знаете, что сделаем? Попробуем один отряд оставить. Вывести на мост. А, ой, чёрт. Ой. Вот это я совершил ошибку. Чёрт, 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 чёрт. Ладно, мы сейчас... Ну, давайте, автобоем. Автобой на ноль сыграл. Нет. Блин. Я забыл абсолютно, что здесь город же нестабилен. Я совершил бы очень большую ошибку. Да и обучиться надо было. Да, в общем, извините, друзья. Я тут, конечно, своим поднасрал очень сильно. Блин. Я абсолютно забыл. Я абсолютно забыл, что... Я же не могу так просто вывести войска из города. И оставить немножко. Мы же только что его захватили. Я, конечно, тут же волнение 45%. Чёрт. Ладно, очень сильно извиняюсь я перед своими коллегами. Будем надеяться, что вот этот отряд быстро дойдёт. Как-то чудом быстренько добежит. Ну, в принципе, ладно. Окей, я хотя бы заранее снарядил сюда армию. Ну, вот этот вот боди-вент, конечно. Ну, ладно. Что делать? Отойдём. Контр-атакуем как-нибудь. В принципе, периодически тут можно что-то придумать. Да, но, в общем, неприятно, конечно. Сейчас они ещё объединятся. Но тут неприятно очень. Ладно, будем надеяться, что мои коллеги что-нибудь придумают. И я не стану тем, кто из-за кого погибнет. Из-за кого погибнет наш антигон. Но, в принципе, в городе-то... Ну, то есть, пока они дойдут, пока... Давайте вот так вот делаем. В принципе, может быть, прослабить хотя бы. Ну, ладно. Ладно. Так, что у нас по городам? Открываем. Опа-на! Белозора, смотрите, апнулась. А мне не пришло уведомление. Вот я о чём говорю. Такие вот вещи иногда бывают. Посмотришь. Блин, я теперь буду... Блин, очень сильно извиняюсь. Коллеги, я знаю, что вы меня смотрите. Коллеги, извините. Я идиот. Просто затупил. Просто идиот, который затупил. Очень сильно извиняюсь. Просто идиот. Просто не забыл, не подумал. Вот так вот. Вот так вот всё. Так, ладненько. Всё остальное меня вроде бы как устраивает по нашим городам. Теперь здесь. Надо ли нам тут нанимать армию? Я не знаю, планируют ли мои коллеги после САРТ ещё с кем-то воевать. Потому что... Ну, я вот не знаю, нужно ли. Как по мне... Ну, взрослая, у нас здесь флот есть. То есть мы можем здесь собрать армию, например, высадить её на Сицилию. Тогда давайте. Заказал я здесь армию. Ладно, давайте я сейчас ещё один ход нажму. Потому что здесь вроде бы как всё хорошо. Я сам... Да, затяну серию. Но я сам буду пожинать плоды своей ошибки. Вот. Да. Вот оно. Давайте. Всё, я затягиваю серию. Но я пожинаю плоды своей ошибки самостоятельно. Не буду ничего коллегам оставлять. Скорее всего, вся эта армия будет уничтожена. В зависимости от того, с какой стороны атакуют, я... Попробуем вот так вот. Что-то сделать. Ой. Это будет тяжёлая битва, скорее всего, проигранная, но... Тем не менее. Ну, в зависимости, правда, что у противника... Тут всего один кавалерийский отряд. Скорее всего, он сразу сдохнет. Нам надо в первую очередь уничтожить тех, кто будет нас атаковать... Псину, так сказать. Ну, в спину, я имею в виду. То есть вот эти, кто будет атаковать нас... Либо в спину по флангам, либо... Либо группу застрельщиков. Стоять. Всё, хрен с ней, склонницы. Здесь 9 отрядов осталось. Это мало. 9 отрядов — это мало. 9 отрядов — это мало. Поехали. Нет. Подождите. Вот. Стреляйте вперёд. Стреляйте вдаль. Убор. Отряды. Отряды. Убор. Помотай! Отряды! Вот сейчас очень важно, если мы устоим... А вот тебе попробуем полководца убить. Чтобы сломить сопротивление его армии. Нет, надо стрелять по стрелкам. Стреляйте по группе застрельщиков. В лучнике очень много перемещений. Есть, они просто побежали. Повезло. Ну, галлы все-таки бегут хорошо. Стреляйте вдаль. Да, безбожно затягиваю щели. Даю возможность лучникам настреляться вдоволь. А вот теперь пора возвращаться обратно, лучники. Все, они отступают. Ну, что я могу сказать. Повезло очень сильно. Очень сильно повезло. Но все-таки они бегут, друзья. Они бегут, и это большой плюс. Вражеская армия бежит. Преследуйте их. Гоните их с поля боя. Ну, вот, что смогли, друзья. Что смогли. Ну, в целом, 914 на 33. Как будто бы даже и хорошо я все сделал. Даже два опыта получил. Ну, если там сейчас какая-нибудь неожиданная армия еще огромнейшая не вылезет. Вроде бы как даже отбился. Человек дня еще и получил. О, какой класс. И еще и аргейский псела. Два. Ой, отлично. Так, ну вот тут-то уже, наверное, точно на мост. Да? Да, тут уже на мост. Так, самая сильная фракция, кстати, мы. Итоги периода минус 1500. Сообщение о стоительстве у нас много чего поставил. Сообщение о наборе у нас много чего набралось. Война между Понтом и Македонией. Стоп, так Македония, это же мы. Так это кто-то нам... А! Ну вот то, о чем я говорил, друзья. Когда я говорил о том, что очень любят здесь компьютер объявлять вот такие вот тупейшие абсолютно... Абсолютно тупейшие войны начинать вот так вот. Просто по факту. Каким-то этим самым он меня осадил. Флотом. Просто заблокировал мне порт. Зачем? Кому это нужно? Ради чего это делается? Непонятно. Вот я его потопил, окей. Так, свадебное торжество. Где у нас Аргей? Оу, он в Медиалании. Это очень хорошо. Ну, я в любом случае вот эту армию, наверное... Хотя ладно, я давайте не буду ничего пока делать. Пускай мои коллеги решают. Я Аргея вот вытащу. Вот я наряжу. Давайте так, я в Потави засуну. Все, вот, все, пускай коллеги сами решают. Все как. Мне осталось еще совсем чуть-чуть. У нас, да, Человек дня. И вот, все. Это мы узнали, где кто. Сарды, я не знаю. Возможно, что... О, кстати, здесь уменьшается количество. Кстати, возможно, стоит просто поуменьшать количество. Так, другой момент, что раз у нас началась война с Понтом, значит у нас... Ну, значит, надо начинать войну с Понтом. Да, мой повелитель. Прекращение огня, торговые привилегии. Нет, они не хотят. Ну, не хотят, как хотят. Оки-токи. Тогда не комедия. Скажите, до свидания, не комедия. Что я могу еще сказать? Да, я знаю, друзья, надо закончить серию, но... Я хочу помнить, где я что перетаскивал, чтобы коллеги-то не забыли, понимаете? Чтобы потом не было такого, что... Ну, чтобы не было этого недопонимания. Я уж постараюсь максимально, что смогу, то делаю. Так, здесь себе крутых копейщиков я хочу. А, хотя, слушайте, зачем я это делаю? Мне кажется, дороги надо в первую очередь построить. Ну ладно, здесь давайте вот так я оставлю, а то будет непонятно. Здесь увеличиваем количество войск. Салона. Ну, тут все понятно. Ладно, так, это я уже все оставлю коллегам. Значит так, последнее, что я хочу. Что-то у меня было где-то в каком-то городе. Я еще что-то ставил. А, вот здесь армию я собирал. Вот, вот здесь я собирал армию. Я собирал здесь армию. Здесь переобучимся, это понятно. Все. В Бергаме войска стоят, в Галикарнасе. Вот, наконец-то можно обучить. Это очень хорошо. И дальше что? Ну, конюшни-то в Галикарнасе не нужны. А вот... Храм... Давайте Храм Зевса здесь бахнем, чтобы можно было побольше войск выводить. И маленькие города по населению. Но тут ничего не сделаешь уже. Аремин. Давайте общинное земледелие поставим. Все, ладно. Вот теперь я освобождаю. Да, друзья, затянул серию. Но зато разобрался здесь. И это надо было сделать. Тут нету, а тут нету. Но мы приехали. Надо было разобраться с тем... Ладно, это в следующий раз снесем. Надо было разобраться с этими... Вот, героическая битва к тому же, смотрите, получилась. В общем, моя ошибка привела и к героической битве, и к человеку дня. И вообще получилось, что по итогу все очень даже классно получилось. Вот. Так, здесь мои коллеги пускай решают все сами. Все, я все отдаю, все отпускаю. Значит так, на сегодня я все. На чем я оставлю коллегам, я даже не знаю. Наверное, все-таки сарды... А, нет, наверное, понт. Чтобы они понимали, что у нас понт объявил нам войну. Вот так вот. Итак, давайте подведем коротенькие итоги. 23 региона под контролем. 180 сражений выиграл на 33 проигона. По финансам, кому интересно. По дипломатии, опять-таки, кому интересно. Можете посмотреть статистику, все поизучать. Так, генеалогическое древо у нас, собственно, вот оно. Да, вот. Этот чел, которого мы установили, клеит. Вот он. И графики. Вот в этой серии я, кстати, очень доволен. Я действительно чувствую, что я сделал что-то важное, нужное и полезное. Так, по общему балансу мы на первом месте. По военной силе мы на первом месте. По производству мы на первом месте. По территориям мы на первом месте. По финансам мы на первом месте. Это что за... А, это Испания? Серьезно? Испания одна из самых богатых фракций? Ничего себе. И по населению мы на втором месте, но как будто бы очень активно и очень уверенно идем на первое. Вот такие дела. Все. Я при вас сохраняюсь. Говорю вам всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте сидеть на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК. Подписывайтесь на каналы моих коллег, ведь серии следующие две выйдут именно на них. Канал Геостротек, канал Сергей Шкайдуров. Ссылки на их канал есть в описании. Ну и, конечно же, ссылочка есть на плейлист, где уже все абсолютно... Серии отсортированы в логическом порядке. Вы просто открываете плейлист, межмякаете, смотрите. У вас все серии подэт. Не нужно бегать с канала на канал. У вас уже все заранее есть. Но! Но! Это не означает, что не надо подписываться на каналы коллег. Обязательно подписывайтесь. Ну, в общем-то, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Додо. Всем удачи и всем пока!